здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодняшнее видео посвящено двум работам которые я начала в апреле и они посвящены моим желаниям то есть я их вышиваю на желание и первая моя работа это вот такая прекрасная кошечка которая олицетворяет благополучие в доме собственно говоря для этого я ее и вышивала вот что-то мне очень сильно захотелось завести такую красотку у себя дома в общем-то нескольким образом меня соблазнила моя подруга которая тоже вышила эту кошечку симпатичную вот именно такие кошечки уютно свернувшиеся клубочком спящие у меня ассоциируется с уютным с благополучным домом но на это я ее и вышивала вообще у меня была дальше задумка дело в том что наш летний отдых в этом году к сожалению стоит под большим вопросом скорее всего он не состоится но конечно же я очень хочу попасть на море и я решила обычно я вышиваю одну работу загадывая на это желание в этот раз я решила привлечь и приложить к этому уже больше усилий и выше две работы первое чтобы у нас было благополучие счастье и богатство в доме вот это вот кошечка именно это и олицетворяет это мой первый такой шаг был и я решила ее вышить почему не в мае обычно я такие вышивки приурачиваю именно к майским праздником то есть начинаю их май дело в том что в мае благоприятные дни наступают очень поздно где-то во второй половине и я посчитала что это поздновато будет то есть я не успею а в апреле как раз тоже примерно там в середине 10 11 числа были благоприятные дни я решила начать пораньше конечно же я заменила канву в этой вышивке на ленту 27 каунта и вот то что у меня получилось моя кошечка полностью готова вышилась она у меня буквально за два дня но вы сами понимаете тут особо вышиваешь вышивать да и нечего вообще я планировала вышить ее на 32 каунте канвы но не нашлось подходящего кусочка вот линда у меня в доме всегда много я честно говоря даже не стала считать мне показалось что вот эта кошечка она больше такая пухленькая да именно за счет неравномерности линды вот это вот кошечка на рисунке видите она такая более вытянутая я не стала вымерять там ничего в принципе она мне очень нравится набор очень простой как от фирмы панна все его знают схема расположена прям на развороте от обертки совсем она маленькая 16 на 11 сантиметров ну вот 78 на 52 крестика 8 цветов быстро-быстро я вышила не так нитки у меня все остались я абсолютно не экономила на один счет шифрятки хватит но не так достаточно вот этого серенького цвета сиренево много ушло и вышивается тут крестом полу крестом как видите бэкстич но все равно работа очень простая практически тут не полная зашивка быстро выполняется в общем кто хочет себе удачи богатства и благополучия вышиваете планируем оформить эту работу в какой-нибудь объемный пин кип но посмотрю еще но точно это будет не рамочка почему-то мне видится эта кошечка на какой-то маленькой такой подушечки но опять эта подушечка будет выполнять роли такого пинки по посмотрим если я успею оформить эту котейку до выхода видео то вполне возможно что я вам уже и покажу что у меня получилось ну конечно же очаровательное создание я ни капли не жалею что я ее вышел тем более она меня развлекла потому что я очень устала от сложных схем а эта схема просто одно удовольствие было и вышивал я ее уже смогла вышивать под какие-то фильмы и под какие-то видео и если вы заметили остались у меня следы от пялец норги несмотря на то что это хлопок это линда она не такая нежная как лен но следы все равно остались я уже эту работу и постирала и отгладила и с специальными средствами набрызгала в общем что только не делала следы остаются ведь у меня какие-то волшебные пялец норги которые оставляют следы на всем конечно надо с ними быть очень и очень осторожны тем более я эту работу вышивал вообще всего ничего два дня и вы видите все равно следы остались не знаю что вам сказать в общем надо быть с ними осторожны такая вот замечательная у меня кошечка буду оформлять и конечно обязательно покажу если у следующая вышивка у меня уже побольше чем вот эта котеечка буду вышивать я вот таких вот смешных чудесных курят вот тоже от фирмы панна этот набор я покупала на распродаже за 99 рублей собственно говоря вот и ценник здесь прекрасная вышивка этим набором этим сюжетом заразила меня конечно же верочка коминова она выше вышла этот набор и даже практически оформила его в сумку и просто я загорелась тоже захотела в общем то начала я уже конечно же вышивать если мы посмотрим вы видите канва на месте что это значит это значит то что я конечно же заменила канву вера красила вот эту канву насколько я помню мне очень понравился результат я решила покрасить тоже но я покрасила немножечко по-другому давайте я конечно покажу что у меня уже есть на данный момент я вам полностью разворачивать не буду но мой моя задумка заключалась в том чтобы здесь у меня был желтоватый цвет а дальше переходил в синий вот там где не были солнце у меня будет уже синий цвет но вам почему-то передается сейчас голубым все цветом но я не виновата тут действительно желтый цвет это просто такая цветопередача возможно я вам ставлю фотографию возможно вы мне поверите на слово вам вот сейчас через камеру меня вообще начал зеленый цвет проявляться очень странно но в общем то это не столь на самом деле важно у меня конечно была задумка что курят и лежат на песке асу а солнце уже на небе но да бог с ним как есть так как я уже сказал я заменила на линду 27 каунта или еще не говорила так что размер у меня останется примерно тот же самый размер у нас 20 на 28 сантиметров ну и все вы конечно узнали дизайн наталья молодецкой очень приятных вышивать конечно огромное количество бэкстича но он очень легкий он счетный не ну просто действительно приятно его вышивать у меня самое самое начало это работа наверное двух дней тоже начинала конечно же в правильные дни и эта работа у меня уже конкретно направлен на то чтобы мы поехали отдыхать именно на море потому что вот это загорающая троица как раз символизирует наверное наш состав который собирается на море то есть это я и два мужчины меня сопровождающие это мой муж и сын кто из них кто я еще до сих пор не решила потому что вот этот активный товарищ и предполагать что это наверное папа все-таки а вот этот вот загорающий это допустим сыночек может быть это какая-то и дочка но этот купальный костюм у меня больше ассоциируется с мужскими ретро купальными костюмом вот вы видите сейчас картинку но в крайнем случае можно целиком его не вышивать вышить просто как будто это плавки посмотрим как там дальше будет если вот здесь гребешок есть то есть это более старшая птица но на самом деле у нас активный конечно ребенок и он обычный в ластах и с трубкой а папа у нас больше любит вот так вот кверху пузиком загорать но в общем это не столь важно самое главное состав с наш тут собрался потому что дочка у нее совсем другие планы на лето не вообще диплом и когда на его там защитить еще неизвестно вот поэтому если что поедем мы конечно же втроем ну и конечно вот это прекрасное солнце это конечно необыкновенная красота в таком мозаичном стиле в каком-то до старорусском даже мне очень нравится планирую вот за место этой надписи на английском языке который обозначает лето вышить другую надпись скорее всего море и лето или я на море или мы на море в общем конкретно чтобы было понятно что это море не просто лето а именно море очень уж хочется побывать все-таки на море но просто моя мечта я отдыхаю около моря я набираю себя сил и ну просто происходит такая своеобразная перезагрузка поэтому конечно очень-очень хочется отдохнуть именно на море они просто на даче так что давайте вам немножко расскажу цветов тут всего-навсего 11 схема есть как цвета символьная так и для бэкстича что очень полезно конечно же чему я очень рада единственное в чем плохая схема то что вы видите здесь совершенно непонятно как разнесены линии то есть вот видите здесь уже красненьким цветом выделила и посчитала вот эти клеточки крестики ну потому что действительно вообще не ничегошеньки непонятно так сама в себе схема не такая неплохая так скажем но вот почему не выделены четко вот эти десятки хотя вы знаете вот на верхней части да нет такая же мешанина то есть как-то странно приходится самой все расчерчивать и уже не говоря пробок стич здесь вообще какой-то совершенно да не совпадает ни в чем разметка ну что делать ниточки я организовала вот на такой органайзер помните я его сама делала очень мне понравилось как я вышла из положения разметки ниток потому что некоторые писали что принципе и здесь очень все понятно не так мало я просто маркером который предназначается для разметки дисков подставила здесь цифры прогладила утюгом то есть закрепила на ткани и теперь эти цифры здесь поселились навсегда и не конечно же очень понятно ориентируется я ориентирую всегда по цифрам потому что видите здесь тоже пронумеровано редко когда ориентируюсь по значкам чаще всего и по цифрам и по значкам поэтому для меня это очень удобная система и как вы видите иголочки паркую прям сюда в эту подушечку тоже очень и очень удобно и еще вы знаете очень оценила я вот эти железные колечки потому что когда с них вытягиваешь ну 10 прям подхватываешь вытягиваешь ниточку ниточка не завивается не становится кудрявой да вот если из обычных деревянных органайзеров и и вытягивать она край натирается и становится кудрявой то здесь такого не происходит то есть очень удобно можно в принципе и побольше вот наши это именно таких органайзеров конечно это очень трудозатратно но с другой стороны очень удобно пользоваться и как вы видите ниточки коротенькие но опять же это очень удобно в данном случае потому что какие-то элементы на какие-то элементы как раз хватает вот если ниточку сложить пополам и вышивать петелькой а на какие-то длинные элементы я просто складываю две ниточки и вышиваю уже более длинный более длинным отрезком так что в общем то у меня никаких нареканий пока к этому набору нет вышиваю его с огромным удовольствием и даже большая зашивка одним цветом меня не пугает вот просто отдыхаю схема простая просто честное слово отдыхаю на этой работе единственное что а и я специально не оставила бэкстича да конечно же единственное здесь много я специально не оставила вот вам эту волну без бэкстича чтобы показать насколько бэкстич прорисовывает эту работу тут конечно все замешано именно на бэкстича ну конечно же мы видим это и помню превью схемы что все про ну вообще в принципе все дизайны молодецкой прорисованы именно бэкстича так что вот такая вот моя работа самое начало с ней никуда не тороплюсь и планирую я ее оформить или сумку или в какой-то такой мешок конечно же для отдыха предназначенный или может быть мешочек небольшой или косметичку небольшой в общем что-то такое что очень нужно на отдыхе в походе в каком-то пляжном отдыхе или в чем-то таком интересно то есть что-то прям связанное с отдыхом у меня будет так что вот мои дорогие такие две мои работы я очень надеюсь что моё желание все-таки сбудется и мы в этом году все-таки попадем на море об этой работе я наверное уже в следующий раз расскажу в итоговом видео за месяц и конечно же очень надеюсь что у меня будут какие-то продвижения но как я уже сказала особо я с ней не тороплюсь вышиваю ее по вечерам под какой-то фильм или под какую-то беседу разговор потому что элементарно тут особого такого внимания вот честно говоря не нужно но единственная штука только когда бы стич выполняется конечно подозреваю что вот в этом солнце будет довольно сложно какая-то мешанина ну да солнце мне еще надо вышить трех персонажей которые довольно простые ну правда такие забавные смешные курят здорово так что вот такие мои работы такие мои желания я вам о них рассказала надеюсь тоже на вашу поддержку и надеюсь еще раз что мои желания конечно за конечно же сбудутся а я с вами прощаюсь была очень рада что вы зашли ко мне в гости до свидания увидимся в следующем видео